Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем наше сегодняшнее собрание, посвященное вас очень важному предмету, о котором вы сказали очень позднее. Я приветствую вас в имени нашего прихода на мероприятии, которое проходит в рамках цикла семинаров, называющихся философского богословства семинара. Мы с вами собираемся здесь, раз в месяц, бывает реже, чтобы заниматься довольно острым направлением исследования. Как правило, собираются верующие люди друг с другом, философы православные, историки православные, богословы верующие и обсуждают какие-то вопросы. Получается у них все очень гладко и просто, без каких-нибудь запятых, без каких-нибудь швов и застыковочек. Получается идеальная такая, понимаете, иконная картина. Однако наша интенция в наших собраниях принципиально иная. Выражается она в целом наиболее общо, так что проблема есть. О чем поговорить у нас есть, о чем построить, рассуждать у нас всегда такая возможность имеется. И мы здесь собираемся, люди верующие, околоцерковные, возможно, не церковные, православные, не православные, чтобы обсуждать разные сюжеты христианского мировоззрения, мировоззрения. Проблемы души, проблемы литературного творчества, проблемы эстетического процесса, проблемы поиска, философского, богословского и так далее. И у нас, как всегда, возникает довольно такая жила дискуссия, посвященная совмещению несовместимого, например, богословий, психоанализ, история церковная, рассказанная церковным историком, история, которая является текломом критического исследования и так далее. И у нас с вами сегодня есть очередная тема, тема сегодняшнего филосеминара, которая связана с поиском того, как формировался богословский язык ради христианской общины. Конечно же, община эта, она была связана изначально, оригинально, с реальными, где было очень мало философий, очень много было эмоций, такого невострастного религиозного поиска. Это, конечно же, и в виду синистские реалии. Христианская община изначально была, поначалу была община внутри такого иудаизма, эпохи позднего иленизма. Однако со временем и в очень скорое время появляется такая разработанная, рефинированная система христианского богословия, теологии. И в этом процессе формирования этой системы богословств, конечно же, очень большую роль играли труды, интуиции, наработки предшественников христианских богословов. Конечно же, мы имеем в виду разводы антифилософальтичности. И вот сегодня взрывок пойдет именно об этом. Какая же роль? Да, как проходил процесс, как он складывался, процесс усвоения христианством, течением, таким, синистским, да, укорененным в иудаизме, чего-то сугубо эллицкого, реческого, айтичного. Да, и работа сегодня будут посвящены этому сюжету два наших докладчика, два уступления наших докладчиков. У нас сегодня два уважаемого гостя, доктора педагогических наук, Роман Битлевич Секлов, очень рад вас видеть, это очень известная фигура. И сегодня мы с вами готовы античной философии, прошу вас. Спасибо. И Алексей Пантелеевич Пантелеев, тоже очень известная фигура, историк античного христианства, историк носится, историк античного христианства, дебатов, споров, мученчества, апологетов и так далее. И у нас с вами есть сегодня ведущий, это Игорь Зайцев, сорганизатор нашего ФИА-форума, равно как Гатерна Литвин, еще один сорганизатор, уважаемый, и как я, в России, являются философами, коим я не являюсь. Начинаем наш семинар, и пожелаем друг другу дискуссии, интересного, увлекательной и хорошего отношения друг к другу. Начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проседение Бога, я только того, кто будет следить за временем и мешает всем наслаждаться. Хочу напомнить, что у нас предполагается, что само сообщение минут 20-25, потом короткая минут 5 пауза на уточняющие вопросы, потом следующее сообщение в таком же режиме, а потом после пауза общей, мы перейдем к развернутым вопросам, к дискуссиям и так далее. Поэтому, пожалуйста, всех прошу со вниманием. Дорогие коллеги, я очень рад и польщен возможностью выступить здесь, в стенах этого замечательного храма, в стенах замечательного семинара. Я должен, правда, сказать, что мое выступление будет, может быть, в меньшей степени касаться формирования христианской концептуальных схем, так скажем, теоретического христианства. Это особая тема, важная. Вот доводится мне довольно много на эту тему говорить и в университете, и в Русско-христианской фундаментарной академии, и даже, по сути, один из спецкурсов, который я читаю в магистратуре, Духовная академия, посвященная именно этому вопросу. Но сейчас, с вашего позволения, я буду говорить немножко о другом. Мы отступим на шаг назад и посмотрим на то, что происходило именно в аспекте, так, философско-богословском, в античной мысли, поскольку, поскольку, с какого-то момента, ну, со II века нашей эры, однозначно она становится вдруг интересна христианским апологетам. И не только с точки зрения, с той точки зрения, что это школа риторики, самая настоящая, напоминаем, апология, ведь это же премия, пусть может быть воображаемом, но, тем не менее, юридическом пространстве, в котором именно риторическая мысль наиболее уместна. Но еще и по той простой причине, что они риторику-то схватывают в самом лучшем, может быть, ее варианте, я бы даже сказал так, в интенции платоновской, платон-деологии Федор говорит, ритор – это не только тот, кто говорит убедительно, но еще и знает, о чем он говорит. И с этого момента интерес становится, обращается к античной философии. Я не придерживаюсь той точки зрения распределенности среди многих, не только, кстати, светских ученых, что собственно античная философия и создала христианское богословие. Нет, конечно. Более того, очень любопытно смотреть, даже как семантика, то есть значение основных философских терминов, проявившихся в том числе и в догматических спорах, меняется, как только они оказываются в поле христианского сознания. Но, тем не менее, мы видим, что среди христианских апологетов были, конечно, и ярые противники язычества и языческой философии, того, чтобы она будет Эллинстом просто-напросто называться, были и те, которые относились в большей или меньшей степени комплементарно к ней. И, когда речь о комплементарности, то в первую очередь обращает внимание, конечно, традицию Платона, Аристотеля. И тема моего выступления, Платон и Вольнодумцы, называется она так, она скорее про то, отчего вдруг в корпусе наследия Платона, в самом его творчестве появляются те самые моменты, которые оказываются симпатичны, ну, комплементарно настроенным христианским апологетам. Почему появляются те самые моменты, которые позволяют там и Устину, мученику говорить о том, что Логос, учитель наш, вещает всегда и везде. Клименту Александрийскому предполагать наличие даже некого, так сказать, Евангелия от язычников, то есть греческой философии, понятно, это не то, что Новый Завет, безусловно, но оно после Ветхого Завета. При всем при этом сразу должен сказать, что все христианские авторы, относящиеся к примирительной или положительной контичной философии, все равно говорят не только о всеобщем Логосе, постоянно нас воспитывающем, но они используют, что называется, гипотезой заимствования. У пророков, у Моисея все это прочитали, знали, то есть не так, чтобы они уж совсем своим умом древние эллины дошли, но все равно вот что-то нашлось такое, за что зацепился глаз, да, не просто нужен был инструмент для юридической самозащиты, понимаете, вот в условиях того времени, за что-то запился глаз. Что такое это было? И это то, что я назову, очень понятно, условно, и очень такой в расширительной точке зрения, теологией античной. Теологией, ну, собственно, слово-то греческое, употребляется Платоном, слово теолог, правда, ругательно, Аристотель уже хорошо, в хорошем смысле употребляется, то есть некого рода мыслящее представление о богах, которые имели место в античности, точнее, конечно, в античной философии. Именно в античной философии. И здесь есть одна любопытная вещь, о которой я хочу поговорить. Когда христианские критики язычества, христианские апологеты обращаются к той теме, от чего язычество хуже христианства, помимо чисто верующей стороны вопроса, да, сатирологической и так далее, они очень часто говорят о разнообразии и взаимопротиворечивости язычества. Нет язычества, а есть язычество, как бы, да? Вот нет единой доктрины языческой, а есть разнообразие. Собственно, сами противоречия видны уже интеллектуалам языческим в этом вопросе, которые говорят, сколько было Меркуриев или Гермесов, девять или шесть, и Цицерон об этом задается вопросом, про каждого рассказывает свое. Вот это видно и в разнообразии греческих философских школ. Хорошо заметно в лактанции в его божественных установлениях эта тематика. Ну и уже в эпоху, когда христианство победило, очень любопытно, ну, практически анекдот, но в хорошем смысле слова анекдот, случился в 70-х годах 4-го века, когда император Валент, который был, как известно, не никейским императором, не сторонником никейского христианства, но христианином, преследовал в первую очередь сторонников никейского христианства, то есть православное христианство преследовал. И по анекдоту, который сохранил Сократ Схоластик, четвертой книге своей церковной истории, однажды к нему пришел философ фемистик, к слову язычек, и сказал, ну, чего ты преследуешь? Сколько вообще толков христианстве сейчас есть? 30. Ну, имеется тут всякие ереси и так далее. А в язычестве 300. И они друг с другом договориться не могут. И вот Валент, якобы, после этого приостановил преследование. Ну, вот это вот 300 языческих толк, 300 языческих сект, ну, вполне понятное слово-сочетание, которое, в общем-то, и не ругательным было в языческом словопотреблении, секта, ересь, латинские и греческие варианты. Это, вне всякого сомнения, с точки зрения христианских аблагетов, слабое место язычества в борьбе против более монолитного, целостного, и с точки зрения нового явления, ну, нового, имею в виду, для языческой культуры, которым было христианство. Ну, и у меня вопрос заключается, то есть тема моя заключается в том, всегда ли было так. Вот, на мой взгляд, ситуация несколько сложнее, чем мы с вами себе ее обычно представляем, исходя либо из истории просто античного язычества, это отдельная тема, либо из восприятия античного язычества христианскими аблагетами. Ситуация была несколько сложнее, и сама история греческого язычества, имеет целый ряд драматических поворотов, которые отчасти выразились в том, что философия для ряда из апологетов казала вещью важной, нужной и даже в чем-то симпатичной. Для того, чтобы говорить дальше, буквально несколько слов скажу о очень большой теме ее, просто если отдельно затрагивать, это отдельная тема для рассуждения, будет, наверное, не столь в этом контексте важная, о том, что мы можем сказать вообще в целом, скажем, о древнегреческой религии. Ведь мы с вами, когда говорим слово «религия», мы автоматически под религией понимаем нечто, к чему мы привыкли, исходя из опыта христианской церкви. Я даже, честно говоря, добавлю, когда говорит о религии человек из светской культуры и зачастую даже из церковной культуры, ну, академическом смысле, да, ученый говорит, он подозревает то, что под религией подозревает после начала нового времени, когда появилось то, что и религия не является. И поэтому религия – социальные институции, со своими характеристиками. Поэтому, поймите, тут несколько внешнее будет суждение, но когда мы говорим о Древней Греции, мы переносим наш опыт христианства после XVII века на Древнюю Грецию. Поэтому все мои обобщения будут здесь условными, безусловно-безусловно-условными. Но я их хочу сделать, чтобы было понятно вот этот некий сюжет, да, драматический, который я хочу проследить. Ну, христианство базируется вокруг откровения, зафиксированного в Писании. Здесь мы зададимся вопросом, а у древних греков или у древних римлян было нечто, что можно назвать Писанием? Да, в первую очередь, хочется сказать Гомер. Ну, Гомер – это как Александр Сергеевич Пушкин, наше все, да, то есть даже по Гомеру учились читать, писать, да, вот эта знаменитая богиня, муза богини Воспой, гнев Ахилла, Пелеева, сына, чего там с 7 лет учили, и наизусть по-гречески значительно красивее звучит, чем на нашем варварском языке. Но Гомер не был, тем не менее, писанием. Писание – это оракулы. Ну, Греция – страна оракулов. Их там много было, оракульных центров. И сборники оракулов известны, ну, как минимум, с 6 века до нашей эры, еще до, собственно, классической философии, до Геродота, все они составлялись. Сборник оракулов – ну, это слово, с точки зрения древних греков, понятно, да, слово «с точки зрения древних греков» – это слово самого бога. Но что такое оракул? Это оракул всегда по поводу какого-то конкретного события. Ну, например, выводить колонию или не выводить колонию? Дельфы – знаменитое место греческое, стало знаменитым во многом благодаря этим оракулам. Начинать войну или не начинать войну? Вот пришли персы. Что делать – защищаться в городе или бежать из него? Ну, знаменитая история с оракулом дельфийским по поводу Афинин во время греко-персидских войн. Ну, или царь Крес – воевать мне с царем Киром или не воевать с Киром. С точки зрения древних греков, очевидно, эти оракулы действовали, иначе почему бы они к ним не обращались бы. С точки зрения более поздней эпохи, понятно, это все, ну, как это сказать, суеверие, либо же ад сил демонических, какие-то подсказки. И мы заметим, что до нас дошли оракулы только двусмысленные, скандальные, анекдотические. Сборник оракулов до нас нашли. Зачем было в средние века хранить сборники ораков? Но чем отличается сборник оракулов от Ветхого и Нового Завета? Принципиально. Потому что Ветхий и Новый Завет, если угодно, это, я уж использую слово, это метафизика. Вот в таком, ну, не в философском смысле, а в каком-то экзистенциальном, человеческом. Там говорится и о создании мира, и о Боге. Там говорится и об истории мира, там говорится об истории племени Израилевой, наконец, о воплощении слова, Бога-слова. Это и моральная проповедь, это и Моисеев закон, и закон новозаветный. То есть это некого рода метафизика, а сборник оракулов, это всегда по случаю. Вот идти мне сегодня на филосеминар или не идти. Вот можно в варианте бизнес-варианте, в варианте эконом-варианте можно было погадать, да, и там эконом-вариант это бросить кое с ним, бизнес-вариант это пифе приходит измененное состояние сознания. Я, конечно, утрирую, пусть меня бедные древние греки простят, но тем не менее. И любопытно, что когда наступает конкуренция совершенно новой явлением с христианством, ну, собственно, иудаизм тоже, вот помните, в первом-втором веке вовсю воевал против языческой империи, да, и он был действительно огромной занозой наступает ситуация, когда возникает, если вы уж меня извините, конкуренция писаний. И древние вот эти самые эллинистические языческие авторы пытаются создавать, ну, каким это уже образом другая история, писания, которые были конкурентными этим. Это халдейский оракул, грамматический корпус, а для философов, мною, почитаемых неоплатоников, корпус Платона стал откровением, по сути, откровенным текстом, который они толковали, пока не вымерли, ну, естественным путем. Вот. То есть оракул не дает это определенное. То есть в оракуле нет вот той самой, извините, опять же за это слово, метафизической, но здесь это метафизика в религиозном смысле определяет целостность в оракульных сборниках, как он имелся в еврейской гибели, имелся в Новом Завете. Вот. Был гомер, не всякого сомнения, влияние гомера на разные самые стороны жизни эллинской, а потом и римской, было большим, чем сборник ораков. Я бы обозначил это то, что иногда обозначает словом «преданием». Ну, условно, да, как любят, знаете, на Западе ставить кавычки. Это предание. Гомер, ну, понятно, не только гомер, это гесиот, как самые почитаемые греческие авторы, которые рассказали гомер про эпическое прошлое Эллады, гесиот про то, как возник мир и возникли боги, и то, каково правильное благочестие, и как правильно жить. Вот это такие своего рода предания, которые почитались, изучались наизусть, греки учили их наизусть, уже когда они совсем устарели, все равно их учили наизусть, потому что это как бы тот ландшафт культуры, в которой они пребывали, вот, греческая культура пребывала. Естественно, там какие-то элементы религиозного предания, религиозного описания присутствовали, ну, все-таки там про богов много, да, а в гесиоте тяганьи вообще вся про богов. Но это не теология, а это то, что было неким авторитетным описанием, то есть миф. Вот в изначальном смысле слова это авторитетное предание, авторитетный рассказ. Это не значит, что мы должны от рассказывающего миф добиваться, а правда именно так было, но это авторитетно, да, вот мы на это как-то ориентируемся. И понятно, что эти тексты представляли из себя не что иное, как одновременно обращики модели для поведения человека. Заметьте, создавались они в эпоху архаики древности, и поэтому модель поведения там в основном какая, особенно у Гомера какая модель поведения. Ну, если помните, «Властелин колец», вторая серия, там гном и эльф бросаются в кучу орков и начинают читать, кто больше убил. То есть, в большом счету, да, в этом модное слово, греки все время соревнуются, соревновательная, гональная модель поведения, но ради самоутверждения. В чем-то не самоутверждение, личности в каком-нибудь новоевропейском смысле слова. Вот эпического героя он должен пройти свою судьбу до конца. Да, меня стрелой в пятку поразят, но я стольких до этого убью, что все будут помнить Ахилл. Знаменитый вариант. Вот. И любопытно, что уже буквально через, ну там, поколений несколько, два-три поколения, после того, как сложился канон, это сложный вопрос, как он складывался, канон гомеровских текстов, в Элладе появляются гомеро-хулители. Появляется необходимость его проинтерпретировать, рационализировать, сделать более респектабельным гомера, или же, наоборот, его критиковать. Почему? Да потому что тот гражданский коллектив, которым являлся полис, это великое открытие греков, открытие, так сказать, греков, в котором они жили, его нрав, его вот внутренняя интенция полностью противоречила тому, что говорил про этих своих замечательных, безумных, красивых Бредов, Питтов, героев Ахиллов, да, я намекаю на кино недавнее Трою, говорил гомер. Вот если бы, представьте эти люди, если бы они присутствовали здесь сейчас. Я думаю, что уже через минут пять кто-нибудь из них схватил бы меня за грудки, ты ничего не понимаешь, просто потому, что ты ничего не понимаешь. А я бы ему ответил на это микрофоном по голове, да, и начался бы счет количества убитых, и эпический певец бы это записывал, а потом пересказывал с поколения в колени. Вот была встреча на феосеминаре. Это прекрасно понимают греки уже в VI веке до нашей эры. Одни из них пытаются истолковать иносказательно аллегорически гомера, такой феоген ригийский, известный нам, правда, он только по имени товарищ, который говорил, что на самом деле за этими схватками между людьми и людьми, героями, богами и богами, со всякими этими изменами, которые там боги друг другу изменяют, и хитрости, всякие коварства строят, стоит всего лишь не что иное, как взаимодействие природных сил. Ну, то есть, вот такое иносказательное истолкование. Другие, вроде Ксенофана Калафонского, решительно уступают вообще против гомера, говорят, что все только какие гадости есть у человека, все они вывалили на богов. Как известно, гомера предлагает высечить, поставить в угол, условно говоря, и гераклит, ну и количества таких гомерах у лителей достаточно много. И дальше наступает V век. Вот же Платон совсем рядом, V век до н.э. Что происходит в V веке до н.э.? Появляется великое поколение вольнодумцев, или как его Карл Коппер такой ученый называл «великое поколение». Эти вольнодумцы вдруг неожиданно начинают высказывать ту точку зрения на богов, которую можно было ждать какого-нибудь XVIII века просвещения, XIX века, но совсем не от Древней Греции. Ну, имеется в виду вольнодумцы вроде, например, Анаксагора, который о ужас говорил, что Солнце, Луна это физические объекты, а не боги. И более того, в любой момент может что-то из них упасть на землю. Это очень хорошо, Аристофан в одной комедии обыгрывал. Протагор, который написал сочинение о богах, оно до нас не дошло, потому что по легенде все его копии Афинь не собрали и сожгли, решив таким образом теологический вопрос. Суть которого звучала в том, что тема темная, жизнь короткая, сколько у меня аргументов в пользу существования, столько в пользу сомнений в существовании, поэтому лучше не высказываться. Такой религиозный агностицизм, скептицизм. Появляются даже попытки объяснения появления веры в богов, которые действительно почти созвучны эпохе просвещения в XIX веке. Ну, вот аллегория физическая, на самом деле это не боги, а физические стихии. Дальше, Продик, Софист утверждает, что люди начинают обожествлять то, что для них полезно. Это называется прагматическая теория происхождения религии. Ну, вот сейчас айфон это некоторые товарищи обожествляют? Обожествляют. Вот точно так же обожествляют зерно прорастающее, поэтому появилось деметро. Ремесло для человека полезно, правильно? Ну, вот поэтому изобретатель ремесла Гефест был обреслен под именем бога. Появляются попытки истолкования совершенно рационалистически всех этих древних существ. Философ Эмпидокл говорит, что раньше из земли происходили отдельно руки, отдельно ноги, отдельно спины, они соединялись как ни по пути и появляли все эти кентавры, гекотанхейры и прочее чудище. А это всего лишь эпоха, так сказать, результат определенной странной эволюции. Ну, опять же, извините, что я современные слова употребляю, и понятно. Вот. Появляется представление о том, что вообще совершенно рационально интересно, у Платона встречается в Федре, вот некую красивую деву Арифию украл ветер Борей, это наш северный ветер, и унес гиперборею, то есть к нам. А тут она родила детей замечательных ему, вот. А Сократ у Платона говорит, да это просто девушка забралась на скалу и сбросила ветром, а потом придумали. Ну, абсолютно рационалистическое толкование. Появляются так называемые альтернативные истории варианты. самый классический пример альтернативно исторического, это потом Эвгимер будет, все боги это некогда жившие правители. Ну, у того же Платона мы видим тоже след этого диалоги Федор, создатели письменности, это одновременно бог Тюфт, по-гречески говорить, который жил в Египте, был царем, ну, понимаете, да, то есть вот как-то все это звучит совсем непривычно. Ну, и, наконец, в Киклопе Крития, это такой тоже софист, политический деятель, скандально известный, сатирова драма Киклоп не дошла, но дошел огромный, большой фрагмент из нее, некий персонаж утверждает, что богов придумал умный человек, мудрый человек, для того, чтобы люди боялись и совершали преступления. Вот такая, чтобы боялись. Непонятная точка зрения самого Крития, или персонажа он вложил в устав, он даже вложил в устав персонаж, значит, вещь известная Афиньям того времени. И возникает удивительная ситуация, удивительное представление о том, что Афины 5 века до н.э. такие сплошные вольнодумцы, повторяли эпоху просвещения в 19 век. По большому счету, мало чего 19 век и придумал в сравнении с тем, что придумали в это время. По большому счету, все критики религии, а потом научное атеист, ну, добавляя классовую борьбу и так далее, они говорили примерно те же самые аргументы. Не надо при этом думать, что сами Афиньи были вольнодумцы. Ну, достаточно иметь в виду, достаточно вспомнить, что любое действие народного собрания сопровождалось гаданием, любое действие, там, принятие решений военно-политического сопровождалось санкцией стороны богов или отсутствием санкций. Ну, был даже масса дел о себе, то есть нечестие религиозным, и даже особая форма это психизма диапифа, когда человек, который рассуждает о болгах и о делах небесным, что-то не то говорит, тот, в общем, должен быть осужден. Ну, ученые спорят, сколько времени она продействовала, но, условно говоря, о чем-то, по поводу чего-то подобного протогора был осужден, Сократ в религиозном нечестии был осужден, даже Аристотелю досталось Теофраство в более позднее время. То есть вся эта история работала. Но, тем не менее, вот такого рода товарищи. Обычно, считая появление вольнодомства, объясняют развалом мифологического сознания, такая совершенно абстрактная фраза. Миф всегда все, что угодно может объяснить. Даже наше сознание в сфере политики, например, совершенно мифологично. Развитием научных знаний, рационализм, все это верно, но, мне кажется, при этом присутствует еще один момент. Вот то, на что ориентировалось религиозное сознание греческое, Гомер, оказался фальсифицируемым. А базы в виде вот этих самых оракулов, то есть единого текста, доктринального не было. И что происходит потом? У меня, к сожалению, на это 10 минут осталось, но я думаю, уложусь. А происходит очень любопытная вещь. Появляется товарищ Платон, которого тот же самый Поппер называет религиозным оппортунистом, в смысле, что он вернулся в религию. Сократович был более вольнодомцем, он в религии вернулся. Платон, который пытается создать нечто вроде, используя не его слова, канонической теологии, то есть канонических представлений о богах, абстрактном представлении богах, а вполне конкретных, которые должны влиять на тот социум, который Платон утопически предполагает создать. Я бы даже вот высказал следующего рода тезис, что Платон, как после него отчасти Аристотель, в большей степени стоики и даже пресловутые безбожники-епикурейцы, каждый на свой лад пытается исполнить ту же самую функцию, которая в истории христианства, начиная с 325 года, исполняет соборное движение. Конечно, в Древней Греции никаких религиозных соборов не было. Сама структура общественных институций, ее институции была совершенно иной. Конечно, в Древней Греции никаких философских соборов на тему религиозную не было. Если мы их где-то с вами увидим, то увидим только в литературных сочинениях про цицерон, о природе богов. Но это литературно. Свели несколько философских школ, вот они на тему богов обсуждают. Кто более правильный, кто более умный. Но понятно, что никто не давал санкций на создание такой умозрительной теории о богах, а и того, чтобы общество жило централизованно, хорошо и так далее. Но тем не менее, для своих школ, а также для своих социально-политических проектов такого рода идеи возникают. И у Платона мы видим их совершенно очевидно, мы видим их с вами в меньшей степени Аристотеля, совершенно четко видим у стойков. И вот эта странная совершенно фейковая теология, как сейчас говорят у пикурейцев, тоже, в общем, направлена на обоснование, почему-то пикурейцы должны жить именно так, созерцательно, удалившись от дел, а не каким-то образом другим. Ну и, собственно, что касается Платона, можно увидеть вот те самые несколько основных черт его вот этой вот теологии, которые потом, оказывается, на наибольшей степени затребованы христианскими апологетами. Я перечислю, наверное, на этом можно поставить собственно точку с запятой, потому что основной цель я цель я свой ну как бы достиг, рассказал, что хотел. Во-первых, у Платона встречается замечательное представление, из «Диалога государства», что от богов только лишь благо и знание, благо бытия и знания. Боги не обманывают, боги не завидуют, не стоит бояться судьбы, воли богов, судьба в наших руках. Мы выбираем свое существование десятой книгой «Диалога государства». От богов только благо, бытие, знания, покровительство. Правда, нужно иметь в виду, что мы живем с точки зрения платоновской философии истории в не самую благоприятную эпоху. Был век Кроноса, когда боги непосредственно нас окормляли, мы были рядом. А сейчас век Зевса, когда они опосредованно окормляют, они удалены от нас. Но все равно от богов в любом случае только благо истина. Злых богов нет. Боги не обманывают, они не антропоморфны, не внешне, не по своим чертам характера, то есть не человекоподобны. Боги занимают свое место в небесной структуре и не покидают его. Второй момент заключается в знаменитом платоновском диалоге Тимей, где Платон утверждает, что мир создан. Для христианских апологетов утверждение, что мир создан, это бальзам для них на сердце, потому как значительная часть античных философов, Аристотель, стойко утверждали, что мир либо не создан, либо регулярно возникает, уничтожается. Такая мировая реинкарнация своего рода. А потом утверждают, что мир создан неким демиургом. И более того, в зачине речи Тиме встречается замечательная фраза, которая просто поражала всех эллинизированных иудеев, типа Филон Александрейский, потом христиан. Отец и создатель, о нем сказать мы не можем ничего, а далее что-то узнаем, говорить будет запретно. А про демиурга мы скажем. Ну, отец и создатель это, собственно, почти слова христианского, культура христианского, сознание христианского богословия. Вот в этом месте говорили, что все-таки как-то иудейские мудрецы оказали влияние на Платона, христианские апологеты. Что имел в виду сам Платон с точки зрения классической истории и философии, вопрос другой. Сейчас не буду этим заниматься, но отец и создатель появился, о котором говорить запретно. Интересно, что внимательные были христианские апологеты, внимательно читали тексты. И они внимательно читали апологию Сократа, первую классическую апологию до нас дошедшую. А там ведь в чем обвиняют Сократа? В том, что он почитает тех богов, которых не почитают Афиняне. И внимательно, Сократ, конечно, опровергает эту точку зрения, но они внимательно читали замечательный диалог Фидон, последние часы жизни Сократ описывающий, где вначале к нему приходят его друзья оплакивать, он веселый сидит. А что такое веселый? А я, говорит, рассчитываю после смерти увидеть лучших людей, и других богов. Алло и Тио, и других богов. Что это за другие боги? Это тоже один из такого платоноведия, одна из важнейших проблем. То есть, соответственно, прочитывается это христианами, что он был христианин до Христа, так сказать. Ну, христианин в кавычках, да, но до Христа. Вот, этот момент очень важный имел характер. Ну, и, соответственно, отношение между теологией и социальной жизнью. Богов нужно почитать. Боги в любом случае присматривают за людьми. В диалоге законов говорится жестко, кто не почитает богов, тот будет изнан или даже казнен. А боги присматривают за людьми. Боги, более того, направляют людей через золотую нить, которая присутствует в каком-то смысле в каждом из нас с вами. Поэтому, в известной степени, а не кукловода, еще одно известное место из Платона, тут предопределение существует, не всякого сомнения, согласно Платону. То есть появляется целый ряд таких нормативных черт в учении Платона, которые должны выступить интегрирующим фактором для его калли-полиса, то есть прекрасного города в диалоге государства, или для его магнессии в диалоге законы, или для его идеального, там, социум, управляемого идеальным политиком в диалоге политик. И с этой точки зрения Платон, повторяю, еще раз пытается создать некого рода представление о божественной сфере, которое было выражать современным языком исчислимо, то есть описываемо через какое-то исчерпывающее количество тезисов, что, соответственно, дает возможность отбраковывать все то, что неправильно в будущем. Почему я сравнил это с неким родом драматическим движением? Понятно, оно касалось отдельной школы, точнее, отдельных сект школ внутри греческой философии, но вот потом попытался сделать. Ясно, что он не решал ни христианские задачи, ни авраамические задачи, он решал свои собственные задачи. Это было напрямую связано с его метафизикой, это все понятно, вне всякого сомнения, но, тем не менее, именно вот эта вот тенденция платоновская, она стала очень важна для последующих христианских авторов, христианских мыслителей. Ну, и я бы сказал, что она стала давлеющей в греческой философии, а потом в римской философии, а, так сказать, из греческой философии, из римской философии вольнодумство было вытеснено в другую сферу, ну, там этих, типа Полифата, рационализаторов всей этой мифологии, Эвгемера, альтернативную историю создававшуюся, ну, или там, когда греков узнали, естественно, среди римлян было очень много вольнодумцев в I веке до н.э. Но, типа Цицерона, у которого крайне двусмысленное отношение к религии, вот у него, но по большому счёту в рамках философии доминирующим является попытка создать некую общезначимую модель божества. Вот с этой точки зрения мне кажется, что мы имеем в греческой культуре нечто подобное истории христианского сознания, мировоззрения, ну, теоретического оформления мировоззрения, так сказать, языка, самоописания языка, даже знаешь, наручным языком, вершиной которого становится, конечно, догматическое движение. И удивительно, что в этой сфере обнаруживается некого рода созвучие, созвучие на уровне всеобщего, на уровне разума христианства вполне созвучной греческой философии и может использовать её как инструмент для решения уже своих, собственно, христианских задач. Вот, наверное, я бы здесь поставил точку с вашим посудином. Спасибо. Так, старики, убедительная просьба один-два уточняющих вопросов, в любом случае уточняющих, то есть на понимание, на кто, на что можно ответить коротко, потому что для развернутых вопросов и дискуссий будет время чуть позже. Итак, кто хочет уточнить про Акула? Надо было приходить, не приходить. Давайте потом. всё понятно. Слава Богу. Спасибо.